18 марта жители России выбрали нового президента. Каждый, кто пришел на избирательный участок, внес свою лепту в будущее страны. Наша съемочная группа следила за процессом голосования на избирательных участках районного центра. Как выбирали Путина, смотрите в первом сюжете нашего выпуска. 18 марта Хасанский район голосовал вместе со всей страной. У каждого было время обдумать решение, а затем прийти на избирательный участок и сделать такой важный выбор – проголосовать за своего кандидата. И в день выборов избирателям никто не мешал. В ходе голосования в этот раз не было зафиксировано никаких нарушений. Выборы, как ни удивительно, на этот день были очень спокойные, очень доброжелательные. Люди шли спокойно, без скандалов, жалоб не было, заявлений не было. Сотрудники полиции тоже выражают благодарность, что все спокойно. Отметились выборы президента и высокой для Хасанского района явкой. Свыше 56% хасанцев пришли 18 марта на избирательные участки. Таким образом, участие в выборах приняли более 13 800 хасанцев. К 10 часам утра 18 марта район уже дал первый результат – около 10% проголосовавших. Я же русский все-таки, россиянин, президента своего избираем. Поэтому я всегда хожу на все выборы, какие бы ни были. Мы же выбираем свою власть, нельзя быть в стороне от нее. Это право каждого гражданина проголосовать, и во-вторых, это будущее нашей страны. Хочется жить хорошо, и, ну как бы, люблю я свою родину, просто люблю. То есть для этого нужно проголосовать? Надо проголосовать обязательно. Если не мы, то кто? Достаточно большая явка для нашего района, 56,51% явки. Относительно искусственно, может быть, процент и занижен. Почему? Потому что очень много людей, которые фактически у нас в списках находятся, но фактически, де-факто, в районе не проживают. Если бы из списков эти были бы люди исключены, которые проживают в других районах, то у нас был бы процент гораздо выше. Выборы президента в Хасанском районе превратились в настоящий праздник. Во всех поселениях были организованы торговые ярмарки, состоялись творческие выставки, спортивные соревнования и показательные выступления воспитанников спортивных секций. В домах культуры и образовательных учреждениях района прошли праздничные концерты. Также в день выборов президента России хасанцы смогли отдать свои голоса в поддержку различных общественных инициатив. Например, на школьном референдуме по вопросу введения единой формы одежды для учащихся образовательных учреждений района, а также в конкурсе проектов по благоустройству населенных пунктов, в конкурсе проектов по проведению праздников, спортивных соревнований, созданию молодежных и добровольческих организаций. После закрытия участков начался подсчет голосов. Наша участковая комиссия с доблестью выполнила свои общественные и служебные обязанности. Практически все сдались в пределах до трех часов ночи 19-го числа. Но, во-первых, при подсчете голосов и составлении итогов протоколов применялась система так называемого кодирования QR-кодов, то есть с использованием компьютеров в рукопашную протоколы об итогах голосования никто не заполнял. Это, конечно, очень ускорило. И участковая комиссия благодарно воспринимает, что именно была создана такая система. Но после этого мы ввели в газ выборы, и газ выборы подтвердили, что мы все сделали правильно, честно, законно и обоснованно практически в 4 часа утра. 63% из проголосовавших отдали свои голоса за кандидата Владимира Путина. На втором месте по результатам голосования оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин. На третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Следует отметить, что 2018 год станет, пожалуй, самым богатым на выборы годом за всю новейшую историю Хасанского района. Весной хасанцам предстоит выбрать своего представителя в Законодательное собрание Приморского края, в сентябре – губернатора Приморского края и депутатов Думы Хасанского района. Юлия Ульянова, Максим Львов. Новости Славянки.